Всем привет, ребят, с вами Алексей. Сегодня у нас одна из лучших игр на Сегу. Опять ностальгия. Опять снова. Хотя на Сегу и на Двенде я сейчас в последнее время редко делаю ностальгию. Golden Axe 3. У меня, к сожалению, есть только две части. Вторая и третья. Поэтому я решу, что мы посмотрим третью. К сожалению, в одиночку. Раньше круто было поиграть в нее вдвоем. На Сеге. Читай, как в кооперативе проходишь. Я ее плохо помню, если честно, знаю, что что-то древнее. Так, ну возьму его, допустим. Кем он является, не знаю. Какой-то тигр, что ли. И она, между прочим, на русском, что радует на самом деле. Теперь, когда с тебя снято адское проклятие, ты должен уничтожить причины тьмы и... Уничтожить. Что уничтожить, я так и не прочел. Нет, это суперсила. Я кнопки просто испробовать хотел. Я ведь не знал, что у меня на эту кнопку будет эта самая сила. Так, ну прыжок. Браться умею. Когтями. В прыжке бьет ногой. Ясно, понятно. Она, знаете, похожа на стрит-рэйдж. Есть у них такие похожие аспекты. Плани боя и вообще... Ну очень похожи. Я вообще не знаю героев по именам, как бы не знаю их происхождение. Ну в то время, в принципе, мы просто играли и как бы не интересовались, что вообще в этих играх происходит. Иди ко мне, блин. Вот неудобно, если честно, управлять сейчас. Зелья какие-то. Это может быть суперсила? А могу я на нем поездить, нет? Точно. А еще она похожа на батл-тотс. Тоже есть. Похожие эти самые. Это типа большая улитка. Она плюется или языком бьет? По-моему, языком. Прикольно. Я также не помню, в какой Голдунакс я играл на Сеге. Либо во все, либо в какой-то только один, либо может в два. Я, честно говоря, не помню. Давно все-таки было это все уже. Отстань. Рабить ее нельзя было. А тут жизни можно восполнять? Интересно. А то я как бы не в курсах. Да как так ты ее убить-то, если она прыгает сразу на тебя? Ее даже не ударишь. Офигеть. Вот ты даешь, конечно. Вроде не босс. Если первой не ударишь, если вплотную подойдешь, она тебя сразу поймает и... Вот. Она еще и прыгает постоянно. Да ты гонишь. Да неужели? В конце концов. Это первый уровень, надеюсь. Да, прошел сейчас. Ну, у меня жизни те же почему-то. Окей, я тогда использую суперсилу почаще. А то у меня же положение тяжелое. Ух ты. Это жизни, может, нет? Ну, как бы там ни было, я использую. У всех, между прочим, свои суперсилы? У него вот какая-то сранча проносится. Или ветер просто, я, честно говоря, даже не знаю. У меня две жизни. Одну колбочку я использовал. Своих суперсил. Ими нужно дорожить. Вот это обычный враги. Их легко убить. А вот эти бабы, не... Давай-ка лучше снова используем. Не хочу я с ними париться. Вообще, стоит ее оставлять на какие-то более серьезных ребят, но... Они меня тоже бесят. Им даже этого не хватило, прикиньте, да? Вон, меня уже завалили. Они вблизи хватают вас, и ничего сделать нельзя. Никак отбиться нельзя, вообще ничего. А издалека они прыгают на вас вечно. Ну, как можно было... Фу. Я уже думал, хана. Вот. Они вас хватают, и отбиться нельзя никак. И вблизи к нему лучше не подходить. Эти улитры, они здесь как ошади, да? Если два раза вперед делаешь, ты бежишь. Прикольно. Вблизи хватаешь кого-нибудь. Ну, точно стрит рейдж. Или батл татс. Они в этом похожи. Три мудака. Блин, ну вот управление неудобное, честно говоря. Как бы... Не знаю, как объяснить. Но вот если, допустим, кнопки не совмещаются. Если я нажму, допустим, вверх и вперед, то он не пойдет никуда. Нужно идти либо туда, либо туда. То есть по одной кнопке нажимать. Нужно отпускать другую кнопку, допустим, чтобы пойти туда-то или туда-то. Это жизни. Я так понял, они дают вам что-то на рандоме. Либо колбочку с приемом, спецприемом, либо жизни. А это босс. Я угадал. Ах, вы твари. Так, ну что, сложный босс, не интересно. Да блин, мне еще эти мешаются. Да не. Вы напрашиваетесь. Вот на это. Попытаюсь пройти как можно дальше, пока я не умру. Если я, допустим, поиграю минут 20, 25 и сдохну после 25, то мы закончим. Если сдохну раньше, то мы продолжим каким-то другим. Ну, скорее всего, не продолжим, а заново начнем. У него даже двойный прожок есть, прикиньте. А если я с двойного сделаю прием? Нет, дважды он прыгает, только на месте. А? Да нет, ну просто так нажал вперед дважды. Я хотел вымирать, куда бы мне пойти, а я даже не смог, не успел. Они издеваются надо мной. А, ты тебя не ударил, да? Я думаю, я вас обоих сбил. Три штуки. Три, мать его, штуки. Так, карта южного острова. А, никакого южного, не южного. По-моему, какого там? Ист, это как там? Это не север, не север, он и... Точно не юг. Юг это саус, а ист... Не знаю. Ох ты. Он еще и пузом своим бьет. Это я и не знал. Да, к ним нужен особый подход. Нужно уметь уворачиваться. Уметь добивать. Как надо. Почему? Почему ты не сбил его? Может, надо было чуть выше подняться? Вот бывает, нажимаешь дважды вперед, бывает он бежит, а бывает нет. Бывает, встанет, как столб и стоит. Ну кто, ребят? Он отдыхает или сдох? Ну, конечно, отдыхает. Если бы он сдох, он бы сейчас не был здесь вообще. Бочка. С чем-то полезным. Не иначе. Блин, я столько ячеек для всего этого. Так, так не пойдет. Жалко, что... Офига себе, жалко. Это что такое? Он использовал вот две? Или что? А, то есть, типа, поскольку их там было много в одной куче, а он использовал прием как-то вдвойне или втройне. У меня их было, по-моему, четыре штуки, нет? То есть он использует всю ящейку. А, которая с этим... Спецприемом. Нет! Тварь! Я хотел бочку еще успеть взять. Там что-нибудь полезное было бы. Допустим, жизни. Вот твари. Он даже в крышке. Готов. Так, спецприем. Еще спецприем. Окей. Жизни бы у меня не было, по всей видимости. Поэтому ладно, бессмысленно, в принципе. Это кто? Это девушка или мужик? Это... Какие-то рабы, что ли, или кто? Крестьяне, допустим, какие-то. Да ну. Сейчас всю ящейку использую, и вам хана. Ам-нам-нам. Тварь! Да вы че? Не, ну тебя одного я использовать не хочу. Так, а вот ты... Тварь, олги, бляха. Сдохните. Двойная. Возможно, есть и тройная, если у меня будет заполнена вся ячейка наверху. Самая правая. Он использовал все. Он три, по-моему, использовал. То есть, и ту, и другую ячейку. А что он наверху? Там они выходили, что ли? Из темноты. Двое путей. Вниз или здесь? Я даже не знаю, честно говоря. Я понимаю, понимаю. Я пойду... Блин. Вот еще один, тот самый. А с тем, он проходит игру заново и другими персонажами. То есть, можно пойти в другую сторону. Либо вверх, либо вниз. Там, допустим, будут разные места. Проходить будем по-разному. Не так. Иди ко мне. Да, блин. Одного ударишь, другой тебя. Вот не попадешь ведь, да? Нужно встать так, чтобы ты был с ним в одной строке, блин. Или как это назвать-то? На одной полосе. Это, конечно, блин, бесит. Где жизни? Дай мне жизни. Сколько можно-то уже? Мне ваши спецприемы нахер не сдались. У меня жизни не осталось. Вот теперь можно. Теперь их три. Ну, живые, кто бы сомневался. Давай еще разок. Я жить хочу, у меня 0 хп осталось. Пожалуйста, сдохните. Ну, сдохните. Я ж не выживу. Сдохни, сдохни. Молодец. Можно мне жизни? Ну, хоть... Че? Вы че? Совсем, что ли, с ума сошли? Хана. А, можно еще. Кредиты. Это, типа, я могу выбрать кого-то? Кем играть буду? Ну, выбрать-то я не смог кого-то другого. Я даже не знал как, честно говоря. Может, надо было вверх-вниз листать? А я не додумался. Кто-то, твою мать. Он не пробивает никакую. Давай ближе. Вот. Коварюги. Да, ё-моё. Чтоб тебя. Ты меня заколебал уже. Блядь. Блядь. Ты еще кто такой? Как с тобой драться? Ну, вот даже в строчку с ним встать не могу в одну. Хрен попадешь в него. Кто мне подскажет, как его завалить? Есть какие-то спецприемы? Ебанулся. Что мне с ним делать-то? Ударил я его каким-то образом. Ну, типа он присел, да? Я его эту самую ударил. Не-е-е-е. Так не пойдет. Ну, вот после каждой смерти у меня появляется один флакончик. Своего спецприема. Я им воспользуюсь? Как-никак. Жизни я его не вижу. Не знаю, как его убить. Он мне не поддается ни в какую. Да неужели его можно было ударить только что? Да, всех аспектов игры я не знаю. Боссов не знаю, как с ним добираться не знаю. Вблизи к нему подходить, по-моему, нельзя. Ты его ударяешь, допустим. Сам ударяешься или он тебя только ударяет. Что он сейчас сделал, не знаю, но... А если он сейчас сдохнет? Я уже нехило использовал на него. Да, блядь. Не вот, 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 в одну строчку встал. Вроде как. Чего ты так... Кто это вообще такой? Как? Как его пробить? Кто мне объяснит? Он сделать даже ничего не дает. Не знаю и не умею. Надоело уже бороться с ним. Я не понимаю, что с ним делать надо. Вот он полетел никуда. Вот не туда. Типа уворачиваться временно, а потом попытаться его ударить что ли? Вот я перепрыгиваю его. Чё, всё? Наконец-то. А типа в нём были злые духи. Он же свой, точно. Вот теперь я его узнал. Он один из наших был. Я благодарен тебе за то, что ты снял с меня это ужасное прикрепление. Хоть сейчас я успел. Так, иди ко мне. Ага. Привальчик устроили. Лесной. А в чём наша цель в игре вообще заключается? Что мы должны сделать? Дойти до какой-то башни или чё? Этап 3 очки. 24. Тёмные джунгли. Этап F. Ясно, понятно. Я так понимаю, здесь будут другие враги? Нет. Те же самые. Которые бесят меня всё больше и больше. Я даже в них... Вот видите, я не могу попасть в них. Я бегу не по одному этому самому пикселю. Вместе с ними. Не в точь-в-точь. А вот они каким-то образом всё равно в меня попадают, когда хотят меня ударить. У меня уже злость немереная. Иду, иду. Интересно, что появилось раньше? Голдунакс, допустим, или Стрит-Рейдж? Так бы я хоть понял, кто кого фишки взял? Скажем так, это древний Стрит-Рейдж. Тварь. Тварь. Конечно. Кто-то сомневался. Блядь. Можно было использовать. Я ж пожалел, думал сам их убью. Неужели я завалил, а? сидя на нем ничего не сделали а тебя можно ударить можно и взял и не слез отлично еще одна ну что ж три штуки 4 штуки а если они будут им пользоваться и воспользуюсь только в конце допустим нужно спасти людей по ходу сделать это так чтобы меня не убили как обычно они прыгают и прыгают постоянно как убить то если они прыгают то есть убийцы и на этой фигне этой улитки я что-то не понимаю да тварюги блин похода не накоплю придется бить их приемом вот почему он они я он сильнее что ли растрагивается или как ёб твою мать не прощайте ребят я мог бы больше накопить и больше сделать но я не успею меня убьют один из них точно сдохну а вот этот убьет меня щас ну или я сделаю вот так еще разок как бы все равно мне умирать так что почему бы не использовать сдох отлично мне не подумали сделать ничего яблочек дать жизней каких-то давай как обычно как всегда вот они она вечно прыгает прыгает и пока тянет прыгает она не становится вот как ее обойти она прыгает она постоянно прыгает ну вниз ёбанное управление хотел вниз пойти ну кнопки 2 видимо нажал как он так не ходит так еще один толстячки пошли по моему обоих так что кинул нет как я это сделал не знаю в обоих взяла обоих покусал ну да конечно сильнее почему нет я аж никто какой-то мудень с пузом бьет сильнее чем я его я пойду выше и интересно что наверху будет чем внизу об она жизнь и не только вблизи лучше не подходить это понимаю давить почему ты не ну конечно же он был вот так примерно чтобы быть на одной полосе с ними вместе со всеми мудаками интересно мне использовать или нет как бы тут много и я вряд ли больше найду тут самый раз будет использовать что подбить их троих еще это указку сломал каким-то образом зачем непонятно ну да на конец то о ты чё босс опять это волосы по-любому сначала убить их а потом босс они меня не пропускают ну вот ага кто бы сомневался подходите видимо к ним близко не стоит ай-яй-яй вот как то вот так все получается жизнь у меня все еще есть жизнь у меня все еще все я первый ударяю ай это конечно было подло конечно у меня еще есть два кредита вот получилось вблизи топ они ваши конечно тоже не кстати может хоть так маленькой пробью но молодец одного уже снес тоже видимо не надо ни на одной строчки были либо я не знаю что объяснить почему он не сбился он на меня и на него да умирай ты уже сколько можно то а нет блять ну вы поняли в чем смысл этот получился почему я его не задевал это конечно косяки меня бесят эти прям категорически бесят это кто а как обычно как всегда в смысле а типа надо успевать допустим вот это как подсказка что сейчас он здесь спустится и здесь надо будет его ударить и получить свое а почему вы мне жизни не даете где жизни почему такие редкие яблоко хотя бы как минимум я понимаю что сердечко от какого-то другого гнома какого-то маленького тоже как они только там он красненький был обжигающий песок этап 4 сложновато становится хотя с тем зверем который был один из наших вот с ним конечно было очень сложно сложнее чем с этими которые были до этого сейчас два великана намного сложнее его нельзя было вообще ударить по идее в очень редких случаях я даже не понимал в каких просто так получалось что я ударял его и все вон пузатые пришли тварь ай-яй-яй-яй хотя мне по-любому хана пески то может я еще и пройду а дальше это все дальше печаль да я ничего не успел сделать все да я да я сука встойду блять вторую не использую использовать ну последнюю которая была вот эта вот такая же штучка до моей смерти мог ее использовать а потом уже умереть но нет кто же мне даст не это вот с ними драться вообще невозможно это нереально драться с ними на компас верху они меня дичайше бесит попрыгунчики блять давай прыгай как обычно они ходить ногами не умеют видимо ну вот видно что ходят но видимо так они бесполезны где моя жизнь дайте мне жизни кто-нибудь почему такие редкие ты кто такой скелет видимо ну сложного в них ничего особенного нет такого враги как враги самые обычные можно я тебя пробью ну хоть немножко так неужели он еще и не сдох при этом ага ну конечно у меня все опять бомбить начинается ты врешь? красавчик я тоже почему бы саранча подъехала или волшебная пыль не знаю что это может быть они меня перепрямили оба нет так нет 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 что это было сейчас? я с боссами дерусь что ли или чё а ты еще не уходишь да тебе еще не хватило да боже опять эти сраные колбочки где жизни что за несправедливость то я понимаю что сердечки выдаются у других но хотя бы яблочком не дайте там или хоть чё-нибудь чем не жизнь восстановит а то эти прыгальщицы месяца за это самое заедят еще ударить их не успею управление блин еще конечно подводят сильно вот это расставить боссами это не нереально сложно не меня выбешивают что вы сука сдохли блять кто блять их придумал найдите мне тактику борьбы с ними хоть кто-нибудь ее не существует да заколебал прыгать уже получай но ты умирать не собираешься что где бонусы вообще почему ящиков нету вы знаете тогда были ящики здесь нет начиная со второго этапа вообще ничего нигде нету как бы забили на все как мне предугадывать на какую строчку не нам вставать чтобы смочь их ударить а у меня нервов не хватает на все это вот вроде проходишь мимо них ударить не можешь как блять предугадывать я не понимаю и пользоваться этой фигней в одиночку ну то есть одиночной это вообще ничто она никак не поможет абсолютно неужели неужели они сдохли твари поганые вот этого я и хотел давным-давно почему вы не были такими полезными раньше яблок мне надавали а сейчас зачем мне куча яблок и не понимаю если мне одно яблоко восстановило все хп зачем мне а типа в этом месте чтобы я успел всех перебить я уже думал что я пойду дальше и как бы они тут останутся а то если мне восстановило хп одним яблоком то смысла нет давать только яблок да ведь в этом месте как бы логично жалко у меня не три колбочки я бы блин нормально сейчас использовал твари блин почему раньше при боссах не давали ни яблок вообще ничего может просто подвратила что яблоки дали как бы могли не давать могли бы допустим снова эти колбочки если бы дали допустим было бы больше на вероятности их убить если бы у меня была двойная сила они блин бодают меня еще не очень-то приятно хотел меня забадать не неужели его перебадал такое вообще существует такая возможность почему тогда у них вы были почти полные когда я яблоко взял я что-то не понял она все-таки не устанавливает полностью хп да твою мать пусть кто-нибудь из вас сдохнет или как то я уже сдох и мне осталось немного либо это последняя жизнь либо там нулевая еще будет у я перебадываю когда бегу на них неужели это он не быть не может такого чтобы кого-то ай перебил с помощью этого я думал такое невозможно рачка сейчас она не в принципе ни к чему замечательно ушел нет здесь вот 3 отлично топаем дальше как же под на все психи потные прохождения гора смерти у меня и до этого была куча смертей а на горе смерти я думаю мы и закончим там дальше не пройдешь тебя вы умные додумались залезть залезай залезай что такие долгие то не подыхающие сдох так тихо о вы кто а в принципе я их знаю еще они просто бывают красные бывают с другой девушкой другая по цвету атака на такая можно я его возьму вот их не пробьешь вы меня злите ну вот и все кажется так мы с ними покончили ну еще одни попрыгуши пришли пользоваться этими улитками это вообще ну смысл какой если я не могу если меня сбивает вечно с ним они такие постоянно которых невозможно и ударить тебя ударить первые чем ты я уже объяснил почему его еще одни великаны этого не хватало вот надо было к нему отлететь так буду делать что ли а на этом ребят мы заканчиваем сегодняшние древушка мне показывают пути которые я прошел я так понимаю осталось немного дальше будет башня и там возможно будет закончена ты погиб я понимаю да приходили мы этим а тигром или кто он там а пантера скорее всего с виду он больше похож на нее человекообразная пантера в общем сложная игрушка ну и крутая разумеется и проходить ее лучше с кем-то вместе в одиночку сложная непонятная но и не так интересно разумеется всегда с кем-то интереснее такие игры играть к сожалению на клавиатуре этого делать не очень удобно мы сейчас фпс не показывается честно говоря а вот все показывают я уже думал запись потерялась или остановилась в общем все всем спасибо за просмотр спасибо что были со мной ждите других ностальгических побегушек остальные можете найти в плейлистах а пока что я с вами прощаюсь всего хорошего до встречи еще увидимся